Продолжение следует... 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 Но здесь, оказывается, есть некая путаница, вернее, слишком много общих слов и мало конкретики. Вот тут привожу цитаты из Википедии, что фотометр — это такой вот раздел оптики, который изучает количество измерений энергетических характеристик поля излучения, но при этом в спетроскопии практически то же самое. То же самое, значит, спетры, коммунитные излучения, те же самые энергетические характеристики. Более, на мой взгляд, так практично. Это сказано, классификация идет в курсе Мартынова Дмитрия Яковлевича, курс практической астрофизики. Ну, сама книжка очень старая, конечно, но там она, в общем-то, многие вещи изложены очень внятно и хорошо. Вот там, в общем, просто вот там кратчайшая фотометра — наука световых измерений. Вот, в принципе, все действительно понятно. Вот, спетроскопия, опять-таки, по Мартынову, разложение цвета по длинным волнам на хроматические составляющие. И здесь, кстати, уже не совсем точно, именно потому, что такое определение подразумевает использование какого-то дифракционного, значит, спектрографа основного, либо, да, то есть на каком-то диспергирующем элементе в виде решетки или призм, в то же время, как есть целый класс всякого рода тефеметричных техник, и интерферометр Микельсона, и интерферометр Фурье, и Фабри Перро, которые, в общем-то, вроде свет не разлагают, а при этом спектрографы. Есть такое наивное определение, ну вот, для нас, которое хорошо работает у нас по консерватории, что фотометристы — те, кто работают с картинками, а спектроскописты — те, кто работают со спектром. В общем-то, это хорошо, но, во-первых, вот на заре фотометрии вместе с фотопластинками, как раз, наиболее точные измерения проводились с... Фео — это апертурный приемник, то есть один пиксел, в котором вы, значит, в котором вы точно измеряете свет, то есть, в общем, картинки-то нет. И, наоборот, у нас еще есть панорамная спетоскопия. Об этом у нас будет отдельный курс. Это когда у нас есть куб данных, в каждом пикселе у нас есть спектр, и, вообще говоря, мы там тоже можем работать с картинками и очень любим это делать. Поэтому вот не так давно у меня родилось собственное определение, которое мне понравилось. Дело в том, что, поскольку мы всегда наблюдаем распределение энергии, изучаем астрономию, да, это распределение и в картинной плоскости, грубо говоря, яркость, да, и распределение по энергии, по спектру, то важно, какое у нас энергетическое разрешение. Если наше энергетическое разрешение спектральное, оно позволяет разделять характерные детали спектра, вот примерно, значит, у нас спектр в галактике, абстракционно-эмиссионные линии, размеры характерных деталей здесь, ну, допустим, разделение сравнительно между дублетами, это десятки амбстры. Вот если у нас мы работаем лучше, можем разделить отдельные спектральные детали, то это у нас спетоскопия. А вот, если даже у нас фильтр узкий, но он уже не позволяет нам разделять основные характерные детали, опять-таки, мы привязываемся все-таки к объекту физическому, то у нас получается фотометрия. В этой ситуации получается, что там среднеполосная и узкополосная, это все-таки фотометрия, а вот спетоскопия низкого разрешения, она все-таки спетоскопия, потому что она позволяет нам, в общем-то, видеть детали в спектр. И дальше я буду говорить в основном вот в обычных вот таких вот терминах, то есть когда я подозреваю фотометрию, когда спетоскопия. И опять-таки, говоря о базовых понятиях, это спетоскопия, мы будем говорить о спетоскопии низкого разрешения, у нас мы все равно видим, что у нас спетоскопия низкого разрешения. Определение в какой-то степени условно, это вот в терминах лямбда на дельта лямбда, где лямбда, где волны А, а дельта лямбда, шина параконтура, это от детских сотен где-то примерно до 3000. Ну, в случае оптического диапазона, это значит дельта лямбда где-то от 2 амстрем до 30. 2 амстрема, это примерно в области ашарки 100 км в секунду, то есть вот такое тоже получается круглое число. Значит, если мы разрешаем, скажем, скорость, ширину линии хуже, чем 100 км в секунду, это вот у нас низкое разрешение. А 300 амстрема, это вот как раз та самая граница вот этих характерных деталей. То есть широкая линия, либо какой-то важный дублет, это вот значит то, с чем мы будем работать. Вот еще есть такой жаргонный термин, внегалактическое разрешение, вот тогда даже говорят, у нас внегалактический спектрограф, подразумевая, что свет у нас мало, мы его с трудом собираем, и хоть как-то можем, значит, заниматься спецкопией для галактик. Но при этом нам требуется вот этот спектрографический диапазон, потому что он достаточен для решения тех астрофизических задач, которые мы при этом ставим. Это, ну, прежде всего, измерение красного смещения. Тут вообще можно с очень низким разрешением работать, но важно определить тип объекта и, значит, измерить его лучевую скорость. Разумеется, определение типа объекта, изучение внутренних движений газа в галактических и негалактических туманностях. Ну, особенно, если речь идет о галактиках, это, как правило, десятки, сотни кеметров в секунду, поэтому наше разрешение здесь хватает. Вот. И при этом, разумеется, это еще изучение методной стетофотометрии, физических характеристик того вещества, которое мы наблюдаем. То есть это измерение состава газа. Тут, в общем-то, методы, построенные на сравнении интенсивности линий излучения. Соответственно, вот разрешение в десятоком стрельб нам, как правило, хватает, потому что там важно разделить несколько очень характерных дублетов. Там дублет серый, а шальфотки азота отделять. Вот здесь и там, в принципе, нам, в принципе, там хватает. Эти же методы используются для... То есть это такой же принцип от нашей сравнения интенсивности линий, сравнение их с теми или иными моделями, используются для измерения таких физических характеристик, как электронная температура и электронная плотность. Это, в общем-то, мы тоже будем обсуждать. Ну и, разумеется, это еще изучение звездных подсистем в плане того, что мы наблюдаем вдоль луча зрения в галактике много разных звезд. И вот тут суммарный спектр, который мы видим, мы можем измерять и лучевые скорости, средние, опять-таки, для вот этого среднезвешенного звездного населения, дисперсию скоростей, в принципе, с этим разрешением уже можно изучать. Поскольку речь идет тут о десятках и сотнях килограмм в секунду. Ну и, конечно, какие-то характеристики звездного населения, как средний возраст, металличность, тоже, в принципе, достаточно с этим разрешением. Единственное исключение, это то, что в курсе мы немножко обсудим наблюдения со сканирующими интерферантами Фабри-Перро. Это как бы одна из таких ниш, где наш телескоп очень хорошо работает. А там разрешение все-таки спектрально повыше, где-то до 15-16 тысяч доходит. И сразу скажу, что полиметрические методы, которые у нас тоже довольно активно используются на Скорпио-2, мы обсуждать не будем. Будет отдельный курс у Витальевича Афанасьева, где просто вот это будет все разбираться, и, надеюсь, очень подробно. И он обещал, что он будет его читать, что, конечно, очень важно. Продолжаем с базовыми понятиями. Тоже вот такой вот есть, мы периодически говорим, у нас есть объект яркий, а объект слабый. Это важно в том числе, кстати, вот когда мы делим, когда у нас комитет по тематике делит время на телескопе, у нас есть время темное, время светлое, вот как раз вот слабые объекты наблюдают в темное время, яркие в светлое. В светлое, и как, в общем-то, здесь разделять? Есть прекрасная книжка Петра Владимировича Щеглова, «Проблема оптической астрономии», я вам всем советую. Вот я еще застал Петра Владимировича, он читал нам Лепс и Хаско, практически астрофизики в ГАИ ШМГУ в 90-х годах, и вот некоторые такие вот его базовые вещи, в общем-то, запомнились до сих пор, и они там хорошо изложены. Собственно, вот рассмотрим объект, звезду на каком-то фоне. Да, ну, по-моему, фоне неба. У нас есть телескоп, который собирает свет, значит, диаметр ампературы D, угловой диаметр этой звезды, ну, задается нам качество изображения синдром, поверхность яркости фона неба, штуки квантов, идущие, значит, там, с квадратной секунды, или, значит, там, с эстергиана. Соответственно, те же штуки квантов, которые идут от звезды, и размазаны внутри вот этой вот нашей углового размера. И тогда, значит, у нас от звезды приходят, соответственно, квадратные ампературы на поток от звезды на время, время экспозиции. Ну, и, в принципе, аналогично, то есть это от фона приходит. А то же самое, только здесь у нас входит квадратный размер звезды. Ну, да, так, все, все округляем, звезды у нас квадратные. Вот. Это то, что происходит, то, что приходит от звезды. Соответственно, отношение сигнал-шум. У нас записывается как сигнал, это то, что пришло от звезды, а в шуме у нас стоит корень квадратный, потому что статистику мы считаем, в полосонном, в общем-то, хорошо работает полосонская статистика. Сюда входит весь сигнал, то есть не только, ну, не весь сигнал, все, что мы зарегистрировали, а мы зарегистрировали звезду и фон под ней. Важно отметить, что эта вот вся полосоновская статистика работает, в общем-то, для фотонов. Для нашего детектора, который мы измеряем эти фотоны, вернее, измеряем эти фотоны электроны, там уже есть отличия от полосона, об этом следует помнить, и об этом мы будем отдельно говорить, обсуждая ПЗС-матресу. Потому что иногда вот все так обычно округляют, что у нас все нормально, у нас, значит, шум это корень квадратный из числа отчетов ПЗС, а в общем-то это не так. Это фотоэлектрон. Соответственно, если объект яркий считается, если количество приходящих от него фотонов значительно больше, чем от фона. В таком случае у нас, соответственно, фоном мы в этой формуле пренебрегаем, делаем подстановочку из того, что у нас здесь есть, и получаем, что значит у нас чем больше, то есть, что количество так уровня сигнал-шума зависит от яркости объекта, от времени экспозиции, как корень квадратный, и от диаметра телескопа. Чем больше диаметра телескопа, тем больше, значит, мы света собираем. Все хорошо. Как только мы переходим к слабым объектам, здесь у нас уже наоборот. Количество света, приходящее от звезды, значительно меньше, чем от фона. То есть слабый объект, это тот, который, как вы говорите, то, что жарбонно сидит под фоном неба. Здесь получается, что нам уже приходится вот эту всю формулу от потока фона, значит, взять квадратик вот этого фона, нам сюда поставить, бета. У нас, оказывается, что у нас уже сигнал-шум зависит не от диаметра телескопа, а от отношения диаметра к качеству изображения. Это вот то, из-за чего все переживают, что у нас хороший нассинг, плохой нассинг, потому что оказывается, что телескоп, скажем, 6-метровый телескоп с двухсекундными изображениями, он оказывается, с точки зрения детектирования объекта, работает так же, как трехметровый телескоп с секундными изображениями. Из-за этого, в общем-то, постоянные переживания на тему синга, которая есть в астрономии, но надо помнить о том, что это именно в случае наблюдения слабых звездообразных объектов. И условная граница между вот это, что мы считаем слабым и ярким, это вот относительно фона неба. Это где-то примерно 20-я звездная величина, если мы говорим о точных объектах. Ну, пример, значит, с петроскопией слабого объекта именно я его привел к тому, что здесь у меня были графинца, ну, рядом, значит, вот синенькая – это далекая галактика, а красненькая – это галактика, которая как раз фокусирует это ее изображение. Здесь вот, пожалуйста, вот приведен пример интенсивности. То есть вот у нас небо заметно ярче, чем галактика. Это означает, что те шумы, которые нам приносят, те шумы, с которыми мы работаем, они приносятся в основном фоном неба. Это важный момент, мы будем его отдельно обсуждать, потому что, в том числе, когда мы вычитаем вклад линии неба, вот у нас остаются здесь какие-то довольно большие шумы, и ничего мы с этим сделать не можем, потому что они связаны с той статистикой фотонов, которая пришла вот от этой яркой линии. Поэтому, конечно, здесь есть, в общем-то, большое количество усилий приходится прикладывать, чтобы, значит, с этим уменьшить хотя бы там какие-то систематические характеристики этого шума, но все равно статистику не обманешь, вот, разгрозы будет больше. Но мы очень много будем говорить, и мы не только несколько, потому что мы вот так много наблюдаем, это еще и мы наблюдаем на телескопе протяженные объекты, то есть объекты, которые значительно больше качества изображения звезда. В этом случае у нас оказывается, что мы, если мы возьмем, еще введем сюда поверхность яркости объекта, то есть у нас будет поверхность яркости объекта, и посмотрим ту же самую формулу, уже даже не переживая на тему того, как у нас соотносится фон и объект. Оказывается, что оказывается важным такой параметр, как светосила, то есть отношение геометра к фокусу телескопа. Ну, умноженное, называется, на линейный размер пикселей. То есть здесь там важно, то есть это, что об этом мы говорим? Это говорит о том, что син для нас, в общем-то, не очень важен. Ну, понятно, что он в какой-то степени важен, но для того, чтобы наблюдать слабую протяженную структуру, выходя далеко за размеры отображений, нам важнее иметь хорошую светосилу, чтобы, значит, и плюс, в общем-то, остальные факторы, которые сложно завести в формулу. Например, это рассеянный свет в системе должен быть достаточно низким, то есть у нас не должно быть какого-то фона, который происходит из-за того, что у нас есть сбоку яркая звезда, и вот, значит, на самом деле мы здесь, кроме тех лучей, которые мы здесь видим, на самом деле какие-то фотоны еще от нее рассеиваются по всему полю. Кладок должен быть достаточно низким. Ну, так же уметь вычитать фон, то есть вот эти вот все факторы здесь очень важны, потому что... То есть эти факторы очень важны, потому что не так просто построить такую картинку, которая вот заработает Yucatoll. Например, они здесь очень много мучаются с тем, что рассматривают, как выглядят крылья вот PSF, то есть как крылья, значит, функции рассеяния звезды, потому что на самом деле вот ее крылья затянутся куда-то сюда, и их надо хорошенько убирать, чтобы увидеть слабые диффузные детали. Но это вот надо сказать, просто об этом будем говорить, потому что это одна из тех, скажем так, экологических ниш нашего телескопа, которая, ну, получается значительно лучше, чем просто фотометрия звездообразных объектов. Именно потому, что качество изображения у нас довольно-таки среднее, с чьим-каном телескопом, адаптивной оптики нету, но вот с задачами по протяженным объектам можно вполне хорошо работать. Вот. И, значит, поскольку, вот я сказал о том, что нам нужна хорошая светосила, то есть нам нужно обеспечить хороший масштаб угловой, большой достаточно, грубый, скажем, хороший, но грубый, масштаб угловых секунд на пиксел, то здесь нужен фокальный редуктор. Вот, собственно, мы подходим уже, как сказать, к заголовку нашего курса. Идея фокального редуктора была высказана в работах великого фразузского астронома Георга Куртеса, к сожалению, недавно просушедшего, он уже там за 90 был, в середине прошлого века, он писал позже, а он сделал это, я думаю, раньше, просто цитирую по его обзору, что вот прямой фокус телескопа не всегда обеспечивает лучший наблюдательный параметр, особенно в случае крутые телескопы с большим фокусным расстоянием и избыточной дискотизацией изображений в нем. Какие тогда были проблемы? Тогда была фотопластинка, у нее как бы был задан, условно говоря, размер пиксела, то есть там размер ядра рассеяния эмульсии, и уже было понятно, что большие телескопы, а больших телескопов тогда, ну вот было, в принципе, несколько лет только, как работал пятиметровый телескоп Паламарский, а остальные большие телескопы это вот телескопы двухметрового класса. Но уже на них оказывалось, что дискотизация избыточная. Но в случае БТА, это очень хорошо просто видно, вот у нас масштаб, многие старшие коллеги помнят цифру наизусть, что на 116 микрон на пиксель. И, соответственно, в случае нашей стандартной ПЗС-матрицы, в основном у нас сейчас используется чипы вот эти E2V, размер пиксела 13,5 микрон, мы получаем, если мы просто вставим прямой фокус, 0,12, то есть практически 1,1 секунды на пиксель. Изображение у нас, как мы сами знаем, дальше будем говорить, в среднем где-то полторы секунды, часто хуже, реже лучше. И тут оказывается, что зачем нам такая дискотизация? Она излишна. Понятно, мы можем делать длинни, тогда зачем мы поставим такую хорошую матрицу. А с другой стороны, вот для того, чтобы изучать протяженные слабые объекты, нам нужно, нам нужно, в принципе, вот, чтобы этих угловых секунд до пищи приходилось больше, мы соберем слабый свет от диффузной детали, она поднимется над фоном неба, то есть очень все хорошо. Вот поэтому, значит, вот фокальный редуктор, как раз это оптическая система, которая нам позволяет поднять цветосилу, то есть уменьшить относительный фокус системы. То есть помогает редуктор, потому что светосилы увеличиваются, а фокус уменьшается. Ну, в случае 6-метрового телескопа мы переходим от светосилы 1,4 к светосиле 1,2,5. 1,2,6. А и вот, кстати, Куртесу, он не только как бы у себя во Франции создавал фокальный редуктор, но он привез его на 6-метровый телескоп, причем еще, как только он почти телескоп построил, уже в 7-9 году проводились первые наблюдения. Здесь была выполнена очень интересная работа пионерская по картированию в линии Аш-Альфа близко была к М-33. Вот, показаны, значит. Еще фотографические методы, разумеется. Причем, если я правильно помню, тут было, у камеры было сферическое поле, то есть там такой был Пуансон, такой вот кругленький, сферический, на котором, значит, вот эту вот эмульсию прижимали, потом, значит, и так наблюдали. Светосила была один к единице, то есть вообще просто сверхсветосильная система, и в 8-метровом телескопе очень активно она работала, и в то время вот ее коллеги из САУ, из Франции изображены на фотографии, добытой мной из, имеющихся сетивно с альбома «История САУ-фотография». Вот здесь, молодой Игорь Дмитриевич, Сергей Николаевич, из «История Невич» в центре кадра, и, значит, Куртес в комнате наблюдения на башню. Не знаю, что здесь пьют, вряд ли им одной этой бутылки хватило на всех, конечно. Но, в общем, это была такая, действительно, это были первые пионерские работы, поиску, когда было понятно, что, в общем-то, вот, наконец-то появился тот самый крупный телескоп, с которым точно эта проблема возникла, и Куртес, в общем-то, тут же ее и начал здесь решать. То есть, вот фокальный редуктор, для чего он нам нужен. Это вот, первое, это то, о чем я уже сказал, увеличить светосилу для наблюдения слабых протяженных объектов. Причем, медицину можно увеличить хорошо. Второй важный момент, связанный с инферригирующим элементом. Как, собственно, делается фокальный редуктор? Простейшая схема, вот если мы возьмем две линзы, с левой у нас находится телескоп, фокальная плоскость телескопа, первая, ну, здесь нарисована, здесь нарисована, вообще тут, линза, против, две линзы, на самом деле, обычно это более сложная система. Это колематум, который нам, исходящегося пучка, вот этого, который нам строит телескоп, делает, колемированный, параллельный. А колемированный пучок, он необходим для того, чтобы поставить туда дифракционную решетку или какой-нибудь другой диспергирующий элемент. Призма, дифракционная решетка, интерферон и фабрики РО, они, конечно, в сходящей пучке как-то работают, но там сразу начинается деградация специального разрешения, поэтому, в общем, оптимальник использован именно в колемированные пучки. То есть, у нас, получается, есть место, где есть колемированный пучок, и дальше мы ставим уже еще одну линзу, на самом деле, это более сложная система для того, чтобы прописировать все аберрации, и это называется камера. из параллельного пучка из тренированной, где опять сходящийся, и строит там изображение для детектора. Соответственно, отношение фокусов, понятно, геометрическая схема, в общем, она, конечно, простая, она нам как раз и дает тот самый коэффициент редукции, который нам нужно, который нам уменьшает виолетную ситосилу, то есть фокус камеры, он меньше фокуса коллиматора. И у нас есть здесь просто по построению системы вот каллинированный пучок. Значит, сюда можно ставить решетки. А это получается что? Ничего сюда не ставим. Получаем систему, которая нам строит изображение вот с этой самой хорошей светосилой. А если поставили туда, скажем, гризму прямого зрения, то есть комбинацию решетки и призмы, она нам будет строить спектр. Значит, получаем комбинацию спектрографа и решетки. Ну, понятное дело, чтобы получить уже совсем классический спектрограф, нам фокальную плоскость нужно вести щель, но это вопрос, в общем-то, ввода каких-то элементов внутрь оптической системы. То есть, получается, мы уже сразу приходим к тому, что этот фокальный редуктор может быть многорежимным. И, в общем-то, об этом в следующем пункте говорится, что не просто нам нужен коллиминовый пучок для этих трехчинных элементов, а это возможность, используя нескольких режимов, причем даже в первых приборах там речь шла уже о там почти десятки, а восьми, кажется, режимов. И вот, когда в 80-х годах пошло уже массовое строительство, ну, в тот момент, с телескопом среднего размера с сетей речи Кретьена, то есть, компактный телескоп, значит, большим широким полем, сразу, в общем-то, их стали, ну, а вот, тихонько, всякие идеи зрели, стали появляться камеры, вот этих самых, значит, универсальные камеры, многорежимные, на основе фокальных инвекторов. Потому что, хотя вот этот самый сельскоп речи Кретьена, понятно, обладает всеми плюсами по поводу ширины поля безаболиационного, не очень высокая светосила. Ну, скажем, вот, если я правильно помню, на вилки, что-то около 1 в 12, кажется. Ну, сейчас не помню просто, а в связи с тем, что вот мы работаем у нас в прямом фокусе, у нас 1 в 4, то есть, у нас изначально это светосило лучше получается. Поэтому нужен фокальный редуктор. Кроме того, произошла революция в 90-х годах в связи с тем, что известные, в общем-то, до этого голографические решетки, ну, голографические это жаргон, это как-то, голографическая решетка с обратной фазой, с виртуальной, это самое, с объемной, с объемной фазой в голографической решетке. Вот эти самые объемные фазы в голографической решетке, они, наконец-то, пошли в астрономы. То есть, они стали делать с теми характеристиками, которые очень понравились астрономам. То есть, появилось новое поколение решеток прозрачных, очень высокоэффективных, а значит, прозрачный решеток очень хорошо в ту схему ставить, которую я вам показывал. При этом, поскольку устроились большие телескопы, они устроились во многом для того, чтобы наблюдать слабые объекты, сразу уже стала возникать проблема, а как навести щель с петрографа на этот слабый объект? Потому что имеющиеся до этого системы подсмотры за щелью, когда мы смотрим сбоку камеры, часто телевизионные в то время еще, куда у нас там попадает значит объект, но здесь уже это не работало, потому что света там терялось много, и идеальный вариант иметь хороший фотометр, который нам сделает картинку, глубокую, хорошую, и при этом мы знаем, а вот сюда мы поставим щель. И вот эти приборы, они соответствующую цельную задачу решают. Ну, кроме того, сейчас здание точное положение щели уже после наблюдений, важное при анализе, при обработке данных, даже если у нас объект не очень яркий, не очень слабый, но сложный, протяженный, с какой-то структурой, в общем-то здесь это как раз такая схема это позволяет делать. И вот, первым в этом классе был знаменитый, значит, камера слабого и слабых объездов, значит, Paint Object, с петровой фэнд-камерой, и ФОСК, на 3,6 метра в телескопе в ЕСА. В Чили, причем вот, ну вот уже в ЕФОСКе 2 там было аж 8 режимов наблюдений. То есть, понятно, что мы можем начинать комбинировать. Прямые изображения, плюс фэнд-эскопия с длинной щелью, а вот давайте мы оставим, значит, оставим нашу призму, гризму, но уберем щель, получим пещеревую спитоскопию, там попробуем в каллимированный пучок завести еще и кросс-дисперсинг, вот у нас уже шеле, решеточка небольшая, плюс всякие возможности для поляриметрии. Вместо щели поставим маленькую точечку, которая нам будет делать кронографию. В общем, ну и плюс еще можно поставить много щелей, да, то есть вот сразу вот такая вот куча различных режимов еще в прошлом веке была реализована. И вот этот вот ФОСК или ФОКС, ФОСК, вот эта вот аббревиатура под разными уже только значит подразные под уже на разных телескопах с разной первой буквы, вот АФОСК это Васьяга с петрограф такого плана, там ТИФОСК это вот Даски с петрограф на полуцерном телескопе, ТИФОСК это вот сейчас до сих пор работает в Анталии на турецком турецко-российском телескопе. То есть это вот кстати вот в этой команде она сделает в Туринге 10 или 12 штук, то есть такая была целая серия приборов примерно доугласа, которые ставились на телескопе средних размеров. Ну и вот из известных уже допустим вот ФОСС-2 на ВЛТ это тоже пример такого вот многорежимно-фокального редуктора. Вот кстати собственно он и есть. Ну я вот себя здесь примеры нарисовал потому что я там меня может сравнивать в том числе с размерами скорбь, это будет фотография. Это значит когда я был 10 лет назад 12 уже на ВЛТ то есть это вот такая тоже одна из основных рабочих лошадок вообще вот на ВЛТ вот недавно у них какой-то там юбилей был они там собирали небольшой воркшоп значит о том как у них все было сколько они там уже лет работают чуть ли не два десятилетия или полтора спидрогов ставится под в кассеглянском фокусе вот здесь сверху 8-метровое зеркало и вот собственно те вот режимы которые я уже перечислял тоже в разных других немножко вариантах здесь реализованы соответственно прибор большой можно поставить много колес с фильтрами вот видишь D9 фильтр спитоскопии с большим набором различных гризм множество всяких вариантов установки щелей то есть тут есть объектные маски либо значит там какие-то маски строятся аж на 470 щелей плюс всякие возможности полиэлеметрии нам об этом Виталийович будет рассказывать потому что там они реализованы насколько я помню не так изящно как сделан но тем не менее в общем это вот такая одна из рабочих лошадок потому что он в общем-то нужен всем потому что картинки спектра нужны всем дальше уже начинаются детали и вот тут такое мы сделаем небольшое погружение в историю обсерватории потому что это уже я еще это помню потому что я еще студентом сюда приходил но можно приезжал еще в конце 90-х но в общем желающие могут взять например отчеты годовые сау которые у нас есть в библиотеке посмотреть я посмотрел все время лекции сколько у нас было различных методов наблюдений на БТА то есть в разы больше чем сейчас и это нельзя сказать что это было хорошо потому что большинство этих методов были в первичном фокусе то есть это была непрерывная перестановка аппаратуры это ну мало того что это тяжело технически дальше начинается проблема того что вот они по-разному оптимизированы для различных погодных условий там скажем какой спектр вы можете снимать при трех секундах а вот ПЗС-фотометр там уже просто теряет актуальность получается вот такая мультиобъектность петрограф МОФС он тоже при изображении хуже двух секунд довольно сильно терялась эффективность в тот момент например у нас из приборов для получения изображений и спектр низкого разрешения первичный фокус ставился ПЗС-фотометр мультиобъектность петрограф медуза длинно-щелевой спектр с конечной специальности могли перо он был сделан в отдельном фокальном редукторе где-то осталось только этот прибор и это вообще такая была вот ну такой временный вариант который прожил очень долго просто потому что так получилось а ну кроме вот я сказал первичный фокус у нас еще был спектрограф умеренное решение в НС-мите-1 СП-124 кстати он довольно активно использовался ну просто потому что он был хорошо автоматизирован и можно было наблюдать параллельно ну не параллельно а быстро переключаться и наблюдать сразу после наблюдения в первичном фокусе то есть вот я застал еще эту эпоху и у меня такое есть подозрение что я один из последних людей на ПТА кто наблюдал одновременно в двух фокусах вот потому что в первичном фокусе стоял например интегральный полевой спектрограф не внес НПФС и там не было смысла наблюдать при плохих изображениях да а вот в случае чего можно было работать по дубль программе быстро переключившись в НЕС-мит то есть вот спектрограф сейчас обсуждается постоянной доступности вот он был когда-то в САУ правда университивность была такая что он сейчас наверное был бы неактуален но тем не менее в общем такая эпоха была и в общем к ней надо вернуться на новом уровне соответственно были проблемы какие проблемы были чистые организационные потому что на каждую программу вот у нас КТРТ почему бы у меня было здесь зачеркивать у меня она что-то типа диетки не перерисовала значит это КТРТ вот теперь да оно выделяет в общем-то немного ночей и поэтому хорошо бы их собирать в большие сеты в различные программы чтобы оптимально исходя из текущих качеств изображений из текущего времени наблюдения объекта именно наблюдать то что подходит данной данной программе и вот да я считал что в 99-м году у нас было 9 навесных приборов то есть это какой-то кошмар не все из них активно использовались но фактически их было столько это вот то что можно было представлять себе я не знаю в один месяц это невозможно просто представлять вот при этом у нас в общем-то среднее качество изображений средней медиаусловии вот по поводу медиаусловий я всем очень советую прочитать вот статью Владимира Евгеньевича Виталия Леонидовича в бюллетене САУ астроклимат северного кавказа она потрясающая в плане того что там были раскопаны большое количество документов и вот ты видишь что место для БТА было выбрано ну вот просто из каких-то других соображений но никак из соображений длительных изменений астроклимата длительных изменений астроклимата здесь не проводилось было много различных соображений вот в результате значит они получилось то что получилось но при этом скажем в ней же приводят средний качество изображений за длительный период порядка 10 лет и наверное это самая в данный момент более-менее актуальная оценка сделана в обсерватории потому что есть какие-то очень древние работы 70-х годов не очень понятно методы скажем они были далеки от прямого измерения качества изображений но при этом к ним периодически апеллируют что у нас там изображение 5 секунд и так далее а сделано это просто по базе наблюдений как раз со скорпио взято вот измерение за 10 лет и построено гистограмм то есть в общем-то когда мы наблюдаем средний качество изображений у нас все-таки где-то около полутора секунд ну субсекунд изображения я сам неоднократно видел на БТА поэтому они сильно есть но их мало я как-то оценивал по просьбе коллег сколько у нас секундных изображений в год у меня получилось что-то около двух недель но это вот распределенных на весь год и в общем-то понятно что это конечно немного и вот значит у нас где-то меньше половины ярших ранчей в году поэтому в этих условиях нам конечно нужно что-то такое вот более универсальное чем 9 навесных приборов ну вот это собственно и было сделано с проектом Скорпиум в котором он назначил работать в 2000 году в первом варианте потому что конечно что-то нужно делать что-то было нужно обращаясь опять-таки к истории вопроса дело в том что у нас все-таки хотя сам 6-метровый телескоп он по ряду характеристик прежде всего там по своей конструкции был в общем-то передовым в мире мы это знаем что он задал в общем-то тон для последующего развития мирового телескопа строения это астезмотерная монтировка компьютерное управление как не смешно это сейчас звучит но это был первый телескоп с компьютерным управлением это в общем-то все там переключение между фокусами первичным несметом то есть вот эта схема она стала классической да но с аппаратурой были проблемы об этом много говорится коллегами старшего поколения с чем это было связано исторически там скажем так не все те кто мог помочь в тот момент с этим помогли а то что сделал ламо в качестве аппаратуры в общем-то годилось очень годилось только скажем так для первых попыток дальше приходилось очень много доводить уже исходя из собственных понимания того как должна работать аппаратура на телескопе и поэтому в общем-то ну кроме того потом наступил значит наступили период в общем там 90-х годов когда особенным развитием аппаратуры заниматься здесь было сложно а в это время в остальном мире наоборот прошла такая небольшая не всеми заметная но заметная тема занимается аппаратура революция использовала спетоскопию потому что скажем такая важная то есть появились хорошие широкополосные отражающие антирефлексные покрытия соответственно антибликовые то есть а на этом на одном этом можно уже сэкономить десятки процентов квантоэффективности прибора вот кроме того произошло такой революционный революционный переход от камер-спетрографов которые раньше делали ну в какой-то момент были популярны зеркально-линзовые системы ну потому что они позволяют сделать большое революционное поле это мы все знаем из косоастрономии да но если у вас зеркально-линзовая система у вас есть вторичное зеркало а значит у вас часть крючка закрыта этим зеркалом у нас происходит визитирование и это тоже серьезные потери света потому что это свет который мы просто потеряли да он закрыт у нас этим зеркалом вот соответственно появились опять-таки новые детекторы то есть сейчас мы уже спокойно рассуждаем что эффективность ПЗС-матрицы в широком диапазоне 100% да ну почти 90% вот и при этом еще и появились эти самые эффективные генографические решетки то есть всего этого у нас в тот момент не было и вот эта вот издавнивающего доклада значит картинка показывает максимальную квантоэффективность тех приборов которые в тот момент для них разрешение используется на БТА это спетрограф для мещель и мудзоточковой и сравнивать с тем что в тот момент было в мире на телескопах 8 и 5 метрового класса то есть в общем-то 50% это такой потолок который ну вот он похожий такой чисто технологический его очень сложно перейти до сих пор потому что там складываются все вот эти вот 99% эффективности они возводятся в степень тут оказывается мы никак не можем избавиться от все равно там n-ного количества линз все равно там у нас есть эффективность прибора детектор не самым высоким не 100% то есть это в общем-то 50% такой хороший потолок но значит после того как мы сделали 6-метровый телескоп мы должны сделать скорбь и какая-то эффективность у нас в 50% и выросла собственно скорбью в первом варианте тот прибор который был сделан в 2000 году он позволял реализовать у нас получается там 6 методов наблюдений в 2000 году до 5-го года включительно модернизация это они все показаны на этой картинке из нашего обзора 2011 года изображение на самом фотометре в различных фильтрах спетроскопия примерно длинный щель спектра интерферометр сфабрикирован интерферограду расходится значит это интерферометр пищевая спетроскопия то же самое убрали щель уже линии неба мы не видим потому что у нас разрешение задается одной апертурой многощелевая спетроскопия масочка с 16 перемещающихся щелями вот здесь каждый спектр только не дисперсия в другом направлении сделана и в тот момент был там един вариант стетаполириметрии с которым тоже в общем-то работали то есть уже выйти через этот самый через кристалл Савара изображение раздвоенное обыкновенная необыкновенная луч для галактики 573 и сразу в общем-то стало лучше потому что можно было выбирать режимы наблюдений оптимально адекватно атмосферным условиям собственно поэтому потихонечку как-то вот этот вид наблюдений стал занимать свое место на телескопе но птичка схема подробно стараться не буду просто потому что она опять моделизируется в основном даже оптом механически моделизируется но здесь все то о чем я вам говорил колематор формирует вся эта область этого колематор сетилинзи это колематор который там плюс полевая за ним делают сходящий параллельный пучок параллельный пучок мы ставим гризму или интерферон это фабриферон интерферон это сейчас ставим только на скорбь и камера и камера которая нам строит изображение соответственно в вблизи фокальной плоскости турель с фитофильтрами плюс щель установили здесь щель здесь установили гривничку у нас получился фитофильтр убрали щель поставили фильтры в одну турель во вторую турель побольше чтобы больше фильтра влезло соответственно можем работать уже с изображениями ввели интерферон это занимается интерферометром плюс поляризационные приставочки которые позволяют работать в трехпотензационном режиме и в принципе в новом с прибором скорбь-2 сама идея она осталась той же то есть в существующую оптическую схему вводится большое количество различных сменных перемещаемых элементов и соответственно в общем так квантоэффективность она здесь показана она у нас в общем-то с ПЗС-матрикс она достигает у нас даже вот у нас ну это чисто без телескопа с телескопом у нас каждый 50% все падает а это эффективность скорбь-плюс-сиседии просто как фотоны все равно есть пропускание оптики оно хорошее но все равно не 100% оно умножается на матрицу но все равно с географическими решетками в которых мы будем отдельно обсуждать почему они географические и какие у них плюсы и минусы у нас в общем-то эффективность оказалась в итоге оказалась достаточно достаточно высокой еще вот такой последний экскурс в истории обсерватории ну просто вот скажем так для того что действительно там все все не так просто было потому что сама идея спетрографа вот ну вот как я ее помню опять-таки тут могут быть разные мнения вот она началась с того что было такой совместный армяно-российский китайский проект сделать на редуктор фокуса для бюроканского телескопа 2,6 метров в тот момент там обсуждали вот как раз возможности полосной фотометрии китайцам это было интересно потому что они занимались всякими предварительными подборами обсуждали как выбирать объекты для строящего обзорного телескопа Ла-Мост вы знаете наверное сейчас он очень активно работает там получено 9 миллионов спятых на нем в этом режиме вопрос то есть интерес саоовской стороны это был полисио Сергей Николаевич Додонова и коллег это та же самая собственно среднеполосная фотометрия уже для поиска слабых далеких объектов вот и в общем-то в тот момент как получилось что давайте там китайцы готовы оплатить ПЗС матрицу армяне представляли собственно поле для работы телескоп а сао готовы было сделать такой простенький но современный вокальный редуктор Витальевич параллельно сразу решили ну слушайте а у нас же такой уже тоже не очень удачный старый редуктор а редуктор нужен а давайте мы себе такой же сделаем светосила это та же самая что это 2,6 метра что 6 метров светосила 1,4 вообще ну вы знаете устроил один конструктор Багал Константинович Енисиане то есть кто видел вот эти телескопы крымский бюроканский в общем такой маленький быта только на полярной мультировке то есть в этом плане это очень удобно то есть аппаратура которая ставится там в телевизионном фокусе прекрасно ставится здесь и наоборот и тогда собственно в 99-м году возникла идея проекта Скорпио и вот как делалось тогда вот тоже опять-таки вопрос вот сейчас сегодня было заседание первое заседание нового техсовета вот тогда все-таки вещи обсуждаются на техсовете принимались решения то есть это вот не просто так кто-то там что-то делает а потом значит оказывается что он что-то сделал или наоборот что-то не сделал в общем-то проходило именно так все время обсерватории и в течение года прибор был сделан вернее два потому что мы сделали для бюрокана кстати было довольно ну в какой-то степени это помогало потому что на бюроканском какие-то технические вещи значит отработали и дальше на нашем уже на следующем который шел буквально через несколько месяцев мастерских уже там немножко было немножко было проще действительно было вот за практически вот за год было сделано два прибора потому что в сентябре 2000 года вот кстати в этом году будет у нас юбилей было в общем проводились были проведены первые наблюдения но однако дальше и по мере работы когда в общем-то казалось что прибор все более и более затребован стал уже мешать стал немножко мешать тот факт что хотя строилось очень хорошее качество изображений по полю до секундных изображений но при этом режим спетроскопии позволял работать только с центром поля зрения ну просто вот исторически сначала была рассчитана была рассчитана оптика для режима автометрии уже позже пришла идея давайте мы сделаем вот этот самый универсальный классический спетрограф будем туда вставлять гризмы прямого зрения были кое-какие гризмы были в тот момент в запасе уже в нашей лаборатории и поэтому это вот получилось так что в тот момент не рассматривалась спетроскопия как наиболее такой основной основной приложение думали что редуктор для наблюдений автометрички плюс значит работа с интерфероном соответственно позже оптика была заменена там немножко там осталась осталась стекобатизм в режиме изображений но зато она строит хорошее поле спектральное потому что можно работать даже только с длинной щели но даже с многощеневой маской вот этим самым многощеневой приставкой мути-свитер в перворечии и в общем-то прибор стал популярен именно потому что оказалось что даже в среднем качестве что для длинной очень хорошей погоды можно брать дубль программы наблюдать то что раньше считалось на БТА с неоспетра двадцатой величины казалось ну для этого нужно в общем-то хорошее условие со специальным длинно-членом спетеологии но сейчас это можно было когда мы в первый раз сняли в Луну через облака для парийского галактику двадцатой величины вы видели такие веселые люди и мы просто счастливы действительно все работает все как надо работает и в итоге мы потом при испытаниях на метровом телескопе ну двадцатую не смогли а квазар-19 или с половиной величины сняли то есть это в общем-то реально на метров этих работ вот и к но потихоньку у нас стало понятно что хочется еще что всего этого мало потому что опять-таки прибор задействован активно в разные задачи наблюдательные хочется вот еще вот и такой режим и такой и что-то фильтров мало ну что это такое здесь фильтров хочется там еще плюс даже меньше потому что здесь и позиции а надо значит там и щели и щели хочется разные поставить плюс началось движение тому что собственно почему бы нам не наблюдать снизу потому что это в общем-то в многих случаях и комфортнее и удобнее а главное можно привлечь больше народу к этому процессу вот в седьмом году у нас были проведены первые какие-то научные мнения со скорбью в удаленном режиме в таком в экспромте мы наблюдаем граф линзу космическая подкова и дальше уже по форме комнаты удаленных наблюдений и тут стало понятно ну что все хорошо но прибор конечно удаленные наблюдения тянет тяжело потому что на нем надо как минимум и нет решетки там была только одна позиция для решетки и вот плюс хочется и лучше оптику и еще возникло много идей о поляризации и поэтому вот в десятом году у нас уже первый свет скорпио скорпио 2 это был прибор который сделан вот с учетом всех всего того всех хотела которые были в тот момент ну правда сейчас их больше но тем не менее он уже такой адаптированный для удаленных наблюдений и поскольку в прошлом году произошла история с тем что предыдущий эксплуатант скорпио 1 когда-то просто назывался скорпио они в общем-то его немножко разрушили и нам пришлось его восстанавливать то и в общем-то кроме просто восстановления была проведена довольно серьезная модернизация прибора сейчас он ну сейчас он называет скорпио 1 чтобы не путаться уже совсем значит с относительно предыдущих который был без номера и немножко более гибкий для удаленных наблюдений там хотя бы две две решетки стоит и в общем все-таки веселее быстрее переключается но в 2000 году у нас была рабочая рабочая группа не очень большая к сожалению многих коллег внесших огромные лет кто туда сейчас уже нет с нами и Эдуарда Балича Гажева конструктора и Сергея Руча Жиренкова который в общем-то внедрял в обсерватории управление парасуни на микропроцессорах в общем-то его запрограммированные микропроцессоры вот проработали 19 лет потрясающе конечно вот и Вячеслав Данович Потеев уже где с нами который занимался монтажом электроники но в общем-то прибор был сделан в большем количестве входят причем из разных лабораторий что важно вот ну конечно я еще раз подчеркну почему в первый раз потом подчеркиваю по ходу всего курса что кроме прибора в общем-то важна вся комбинация что методика это прибор плюс то как с этим плюс понимание как с этим наблюдать последность калибровок то что методика это понятие такое широкое и в общем-то хотя на этапах обработки данных можно очень много чего сделать есть такое мнение что спектр есть мне с ним с allegedly сможем его обработать идеально но все равно вот это изначально входной методики можно все испортить и здесь очень важно что очень много коллег из обсерватории приложило руку к тому чтобы вот вместе чтобы разработать последовательность тех методических методических последовательность работу с прибором которая у нас сейчас имеется. Ну и просто вот так уже, такое сравнение с тем, что было, с тем, что стало. То есть, прежде всего, конечно, у нас был старый фокальный редуктор, где была ручная смена светофильтров. Я еще это застал, это было потрясающе. То есть, поднимаешься на ВП, ставишь светофильтр, потом наблюдаем несколько галактик в данном спетральном диапазоне на этом красном смещении, потом опять туда залезаем и все меняем. Такое было, действительно. Вот сейчас это момент. К счастью. То есть, действительно, мы стали работать значительно более слабыми объектами, выросло пропускание в два раза. В общем, в варианте был светофильтров, стало значительно больше. Относительно старого ПЗР-сфотометра, который потом перекочевал на ЦЕЙС, насколько я правильно помню. Благодаря тому, что уредуцировали светосилы, у нас, в общем-то, стало в полтора раза больше поле зрения. Плюс у нас еще из-за того, что стало, возможно, легко компенсировать изменения оптических толщинных фильтров, мы перестали работать, бояться работать с различными фильтрами. То есть, сразу пошли, в частности, вот Ашальф-обзор близких галактик, мы выполнены очень благодаря вот этим всем новостям на скопе. Хотя, конечно, здесь есть и свои минусы, потому что не так однозначно идет фокусировка. Оптика более сложная, там более сложное плоское поле, то есть это тоже нужно, в общем-то, с ним надо уметь работать. Ну, для многощелевой спетрограф, вот когда у нас там был 75 цветоволокон в поле, выставлялись в масочку, а потом собирались в, так называемый, псевдощель, он теперь позволял снимать много объектов, в большом поле, но при этом предел наблюдений за, практически предел наблюдений, невозможно снять объекты слабее фона неба, то есть, возможно, но очень тяжело, потому что вычитание фона, как я уже говорил, это отдельная песня. Вот, при этом, вот мы поставили какую-то маску, нам приходится с ней работать. Если погода неподходящая, и надо сменить программу наблюдений, ничего здесь делать нельзя. На Скорпио меньше поля, меньше щелей, зато они самобегающих можно расставить, найти объекты вашего интереса, и при этом, конечно, значительно оперативнее все это можно делать, и в том числе и меня смешивать с другими программами. Длиннощелевой спектрограф УАКС, тогдашний, это двухминутная щель, значит, которая, при этом, такая низкая квантоэффективность, со скоростью здесь, конечно, в более пяти раз была выросла эффективность, здесь можно было снимать то, что раньше, ну, даже вот, ну, не пытались делать на 6-метровом телескопе, в частности, вот эти работы по изучению звездок и пневматических галактик, но УАКС, я не помню, что это сделали, просто потому, что света мало как-то можно, да, вот. Хотя, конечно, здесь есть некоторые ограничения, связанные с тем, что на, тут была обычная решетка, которая может было легко вращать, выбирать спектрогиапазон, здесь приходится работать уже с отдельными гризмами, то есть фиксированными спектрогиапазонами, вот, но, тем не менее, это, в общем-то, себя компенсировало, и в какой-то момент оба прибора существовали совместно, но потом просто УАКС как-то, он оказался бедреньком, он не нужен, вот, 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 ну, вот, я уже упоминал вот этот знаменитый комплекс SP-124, на самом деле, планетный спектрограф, который многократно так, про него тогда говорили, вот я заставил еще эту шутку, что это планетный спектрограф, на котором не было, не наблюдали ни одной планеты, но назывался он планетный, как-то это вот так было, вот, это, на ламот это было, это, кажется, предложено, да, потом он просто многократно переделывался, то есть от него, от того, что было, оставалось уже мало что, изначально, но, тем не менее, вот он, вот он так назывался. Там была короткая щель, без компенсатора вращения поля зрения, то есть он, в общем-то, очень быстро сошел на нет, уже чуть-чуть раньше скоркой, потому что была переделка, из него сделан спектрограф в крак, который, кстати, до сих пор у нас в анагин находится, но не все об этом знают, у нас там есть спектрограф, который, в принципе, может работать, но он оказался, скажем так, незатребованным. Там спектрограф среднее разрешение, там он и шеле, вот, ну, там есть проблемы, и фак-то вот он... Все, кто хотел на нем наблюдать, вот это Сталин взлетит со скоркой. Я уже говорил о том, что вот эта многорежимность, это дает огромный плюс в выборе наблюдательных программ, вот, ну, конечно, и минус, что система сложная. То есть, ну, вот, я считаю это недостатком, хотя вот есть разные мнения о том, что все равно у нас от опыта наблюдателя зависит качество получаемого материала. То есть, ну, вот, то есть, в этом смысле, вот, важна подготовка, понимание того, что и как вы делаете. Вот, и то, что многорежимность, это необходимость каких-то компромиссных решений, в том числе в оптической схеме. Например, мы не можем... Мы сделали очень большой премьерный кучок, хотя где-то это, может быть, и хотелось, потому что нам нужно было ставить этоферометр в выходном зрачке, в примерном кучке, он, в общем, награничен с... У него ограниченный диаметр. Ширкощельность, об этом жутком термине мы будем отдельно на лекции говорить, тоже, в общем-то, неоптимально, но тут тоже это компромисс между тем, что хочется, и тем, что можно сделать, чтобы все имеющее изместить. Ну, на проблемах даже не будем где особенно останавливаться, потому что там действительно с первым прибором особенно было много разных проблем, в том числе просто потому, что делалось так, как это можно было сделать вот в тот момент. Из реальных материалов не все можно было приобрести, что-то приходилось делать в наших мастерских, ну, какую-то точную механику, а точность от механики ограничена. И вообще у нас на БТА есть такая проблема, которой нет на других современных больших телескопах. У нас, с одной стороны, мы работаем в довольно светосильном пучке, то есть пучок F4, вот без вторичного зеркала, для него нужна, для редукции нужна очень светосильная камера. Это просто сложно, дорого, еще раз сложно, потому что, чтобы вот, обеспечить большое поле. Вот, кроме того, поскольку у нас вот наблюдение слабых объектов и по этой же причине проходит именно в первичном фокусе, потому что в Неснете там большие потери света на зеркалах и слишком уже низкая светосила, да, то получается, что нам всю аппаратуру приходится вот в стакан помещать. Вот на ВИЛТИ, вы видите вот 8-метровое зеркало, под него можно подвесить все, что хочешь. Не ограничивать, конструктор не ограничивает себя тем, что это надо как-то вот уместить в небольшие габариты и чтобы это проходило вот еще вот через верхний люк, значит, когда мы опускаем на кранвал. Ну вот у нас был, например, вот там вариант когда-то спетрографа Маузера, который разрабатывался в лаборатории в 90-х годах, и там получалось, что его надо вот вот как-то через вот эту уже торцевую дверь, а он тяжелый собака, то есть вот, ну-то он так и не пошел в серию. Но, тем не менее, это проблема, которой в других местах нет. Она вам как бы вот дана с телескопом. Ну вот так же, как длинная труба, страдающая по травой нагрузке. Вот просто об этом приходится помнить, и поэтому у нас всегда конструктор аппаратуры в первичном фокусе, он, в общем-то, значительно более стеснен, вот, правда, физически стеснен, потому что места мало. Ну вот скорбь-2, о котором мы заканчивали, да? Я уже говорил, будем говорить подробнее. Там, в общем-то, мы ушли от всего, что можно было сделать. Костомтор Игоревич Афанасьев, он, значит, сделал в плане того, чтобы решить те проблемы, которые уже в тот момент назрели. То есть у нас больше спектральный диапазон это благодаря тому, что детектор встал 2 на 4, 2 на 4 с половиной ка. Вот, больше решеток и фильтров. То есть мы запутали сюда 4 колеса больших, на 10 позиций. То есть можно и решетки ставить, и фильтры, и, в общем, все, что хотели на свете, плюс модуль интегральной полевой спектроскопии. В общем-то, все это очень хорошо сюда вложилось. Но, к сожалению, как-то вот из больше таких, скажем так, внутриполитических соображений очень тяжело шло включение прибора в список постоянно работающего оборудования на телескопе. И, в общем-то, вот только сейчас, вот сейчас даже мы на техсовете утвердить, включение Скорпия-2 уже, значит, в циркулярное письмо нашего национального комитета по тематике. Там включили урок? У меня урок, конечно, все вообще. А, ну вот, секретарь пока не в курсе. Вот. Но это должно быть сделано, потому что все соответствующие, значит, документы были отданы. То есть он в режиме авторского прибора, то есть соответствующими ограничениями на то, что работы на приборе должны согласовываться с разработчиками, с нашей лабораторией. Тем не менее, он сейчас все же наконец-то будет везде, везде на телескопе описан. Хотя, в общем-то, он и так описан и был, потому что наша страничка, в общем-то, веб всегда о нем говорила и он активно использовался. И, значит, вот еще то, что было 10 лет назад, а то, что сейчас я вам показывал последние действия, вот как рост захват времени в телескопе. Причем, это тоже естественно получалось, то есть мы подавались заявки, все больше и больше и росло количество заявок на Скорпио из САВа и снаружи, и вот где-то, вот уже видите, за 5 лет линиями роста дальше, в общем, мы вышли на уровень 50, даже сейчас на 60% всего наблюдателя времени в телескопе уходят на эти приборы. Вот, ну, гистограмму можно радио-тец перестроить, вот, по первых 10 годам наблюдений я смотрел, что вот все-таки большая часть это, насколько я помню, это статей, а не ночей, это статей. Значит, это эшелон этой работы, сделанной по близким, близким галактикам, вот, при этом же еще там и Торезиенты, Сверхновые, Гамос-плески, Межзвездная среда, по Солнечной системе, в общем-то, даже, наверное, сейчас вот вырос вклад, я думаю, активных ядер и Солнечной системы, потому что по кометам, в общем-то, наблюдаем не меньше, а больше, это вот наша давняя коллаборация с коллегами из Киева, сейчас уже из Словакии, в общем-то, это наблюдение различного рода астероидов и комет на БТА. Ну, чуть-чуть я покажу некоторые такие результаты, которые я считаю ключевыми, опять-таки, это такая некая вкусовщина, тут можно много выбирать, что считать основным, там, сотни работ были сделаны, но это именно то, что показывает именно возможности редуктора, как вот редуктора светосилы, ашальфа, обзор близких галактик, это многолетняя работа, серия работы Ведмида Караченцева и Серафима и Серафимовича Кайсина, чем хороша линия ашальфа в случае наблюдения галактик, дело в том, что просто вот измерив поток ашальфа мы можем сказать, ламин-квантов ушло на ионизацию этого газа, и если мы считаем, что эти ламин-кванты идут только от молодых звезд, то мы сразу считаем это из звездообразования, то есть там просто есть такая формула, линейное соотношение, ну, коэффициент в нем постоянно меняют, в раздаптере, да, там от функции МА зависит, но это очень удобно, потому что можно, скажем так, корректировать звездообразование в близких галактиках, собственно, это и было сделано, там плюс всякие такие интересные вещи, как время исчерпания газа, выводы о том, что вот здесь у нас, если не будем подкидывать газ, значит, откуда-то снаружи, завтра буду об этом рассказывать на конференции, значит, у нас там звездообразование остановится, нужно внешний окрец, все это было сделано, серия работ, ну, иногда там находились шумки интересные, вроде вот галактического ветра в этой галактике МС-44-60, вот красненькое как раз излучение незаметного газа в Вене Ашальф, вот прям вот так, скажем так, даже без динамики видно, что он явно отсюда выбрасывается, потому что в центре идет достаточно мощное звездообразование и надеюсь тут на газ. Слабый объект это то, что вот, я говорил в самом начале, нужно и щель хорошо, и навестись на него, и щель поставить, это вот из работа Кимура Фаткулина, еще тоже достаточно человек, кажется, то, что входило в него в Кандидатскую, просто вот пример, вот слабенький объект, в одном у него вспыхнул гамма-всплеск, видна оптическая посвящение, а там темный, то есть посвящение не видно, да, если темный. Ну, в общем, вот можно поставить, измерить спектр каждого объекта, выделить линии, ну, при наличии опыта и фантазии, в общем, это все достаточно хорошо получается, объект довольно слабый, по-моему, 23-я величина. спектрископия Терезиентов, например, работ по близкой нашей в близкой галактике Тумана Сендромеда, в общем-то, тоже достаточно активно, ну, сидящие в зале могут еще накидать множество ссылок на похожие работы. Вот та самая космическая подкова, о которой я говорил, просто, ну, мне она сама нравится, она у меня, она красивая, потом это первое наблюдение в удаленном режиме, причем в таком, договорились, подключились, просто с компьютера больше не сделали. и кроме того, это, знаете, вот не так много быта результатов, которые вошли в Википедию, вот она вошла. То есть, вот, то есть, просто вот, на статье, что русский, что английский, на тему граффоризирования, ищет иллюстрируется именно вот этой граффоризмой, ну, она, потому что, она, она красивая собака. Вот, то есть, в центре большая галактика, а это вот галактика на красном смещении два с половиной, в виде такого, почти полного кольца Эйнштейна, вот, и из Петра, она была обнаружена на изображениях СДСС, а то, что это граффоризм, из Петра показал, именно вот, полученный со скорбием, вот, очень красивая, есть картинка на Хавле, вот, такая совсем, совсем парковка. Очень большое усиление, то есть, здесь усиление в несколько десятков раз, и потом были работы на тему, вот, именно использования этой линзы, как большого телескопа, то есть, вот, потому что галактики на таком Z, такие слабые, на самом деле, не видны обычно, а вот здесь можно ее хорошо исследовать, потому что 20-30 раз у нас возросла эффективность. полиариметрия, полиариметрия, о которой я скажу, я рассказывать не буду, но, тем не менее, она есть, и здесь очень интересные сделанные вещи, в частности, вот, Ветераниевичем, или Луко Поповичем, который выступал недавно в семинаре, ими была разработана новая методика, как, измерение массы массивных черных дыр в ядрах активной галактики. По полиаризационному спектру, по сути дела, если на пальцах, то вы видите в полиаризационном свете отражение от полевого тора излучения центрального, значит, объекта, ну, вращающегося газа, вращающегося вокруг черной дыры, вы увидите в таком, скажем так, пыльном зеркале. Вот, и, ну, а дальше можно сделать очень много преобразований и понимания того, как все это выглядит, но вот, после того, как вы все сделаете и поймаете, вы можете проинтерпретировать уже полиаризационные изменения и наблюдаемые в спектре вот в терминах той кривовращения газа, которая находится в самых внутренних областях. Это оказалось, что метод очень хороший в плане того, что он модельно-независимый и по нему можно другие методы калибровать. А ну, это, в общем-то, и все. Сегодня. Эта картинка была у нас получена на Скорпио, на метровом телескорпе. И в качестве такого тоже рекламы, что, вообще говоря, много говорится, но на дороженную спетрографную сессию тоже нужно. А в 2000 году мы после новодейного этапа после первого сета провели ряд пробных наблюдений на метровом телескопе. И вот это вот область звездообразования в галактике С-16-13. Внизу тут очень интересная звезда Вольф-Рая кислородная с туманностью тоже. А здесь просто область звездообразования с оболочек. Это вот картинка с метровым телескопом. Была метра получена. Значит, литературу я тут какую-то походу перечислял, у меня на сайте она тоже указана. Вот. Это вот и статьи в основном, и книжку Щеглова. Я вообще говорю, я вообще всем настоятельно советую. Она во многом не потеряла актуальности. То есть вопросы, которые там поднимаются, обсуждаются, они, в общем-то, остались. То есть вот, собственно, эти проблемы оптической стороны остались теми же. Понимаете? Хотя там есть нюансы. Вот Петр Владимирович, как я его застал, он был таким апологетом фотографических методов. Говорил, что фотографии на его веку хоронили там пять раз и каждый раз возрождалось, что эти ваши ПЗС-матрицы, это, ну, не то, что бесовство, но, в общем, они маленькие и что-то вот как-то вот так глубоко не получается, как, значит, хотелось бы. Ну, вот, к сожалению, вот после этого его тогда его похоронили полностью. Но, действительно, это ж, ну, надо понимать, что он тогда спорил, как бы, с людьми, когда, которые работали на матрицах формата там 500 на 500 пикселов, вот, с большими, довольно-таки, шумами, вот такими огромными космическими частицами, и, в общем, здесь какой-то, наверное, резон был. Но книга очень-очень хорошая. Вот, потому что вот вот эти вопросы о том, что, собственно, оно нужно для наблюдения слабых объектов, ярких объектов спетоскопии и фотометрии, они так все разобраны, ну, только что вот вам вместо кружка рассеи и фотоэмульсии надо подставлять слово пиксель. В остальном ничего не изменилось.